Портрет Здравствуйте, меня зовут Ревякин Дмитрий Владимирович, я художник. Хотел бы вам рассказать и показать наглядно, как можно написать портрет масляными красками, используя фотографию. В качестве примера у меня есть вот такие фотографии. Это мои родители, и я хотел бы написать их портреты. Это явно выраженная тень и свет, что на одном, что на втором портрете. Что можно рассказать о фотографиях? Фотографии должны быть, конечно же, хорошего качества. Потом лицо должно быть на фотографиях изображено крупным планом. Если даже человек немного улыбается, то для начинающего художника изобразить этого человека масляными красками бывает довольно проблематично. Не надо использовать фотошоп для корректировки фотографии. Не нужно убирать прыщички, морщинки и так далее. Задача художника – сфотографировать человека, натурщика, в естественном освещении. И так, чтобы его лицо было естественным, максимально приближенное к реальной действительности. О чем же должен знать художник при написании портрета? Ну, конечно же, это техника живописи и анатомия человека. Не зря же студенты рисуют в вузах часами черепа и изучают мышцы человеческого лица. В дальнейшем им не составляет труда написать качественно портрет масляными красками. В свое время великий художник Леонардо да Винчи создал такую таблицу. Так утверждают искусствоведы. Я, конечно, не знаю, правда это или нет, но теоретически это возможно. Так вот, в таблице были зарисовки разновидностей человеческих глаз, человеческих губ, человеческого носа. Ну, допустим, вот возьмем, к примеру, глаз. Он нарисовал около 10 вариантов этого разновидности глаз. И он брал с собой таблицу и выходил в город. Если ему нравился или не нравился какой-то человек, и он хотел его нарисовать, он отмечал напротив глаза, галочкой делал пометочку, что вот этот глаз похож на глаз реального человека. Вот эти губы похожи на губы реального человека. Нос, уши, овал лица, волосы, шапку волос. То есть он фиксировал в своей таблице, делал пометки, приходил домой и, используя эти пометки, рисовал лицо. Ну, вернемся к видео. В данном видео я буду использовать живопись не только масляными красками, но и темперными красками. Для чего? Темперные краски я буду использовать в качестве подмалевка. Подмалевка – это первый слой живописи, в котором художник намечает и определяет цвета, оттенки и тоновые отношения плоскостей. Поэтому я использую темперные краски, а сверху, поверх этих красок, буду наносить уже лисировочным слоем, то есть тонким слоем, жидкой краской, масляные краски. Живопись с темперными красками в качестве подмалевка и масляными красками в качестве дальнейшей работы имеет ряд преимуществ. Дело в том, что темперная краска сама по себе ярче. И при нанесении ее на холст, холст таким образом грунтуется краской, а после, когда сверху на темперную краску накладывается слой масляной краски, этот слой довольно тонкий, лисировочный, и он просвечивается. Соответственно, темперная краска как бы подсвечивает изнутри слой масляной живописи. И в целом портрет становится гораздо ярче. Ну что же, я думаю, пора начинать. Напоследок хочу сказать, что живопись лично для меня несет релаксационный характер. Я всегда завариваю кружечку хорошего зеленого чая. И когда начинаю процесс живописи, все проблемы уходят на задний план. Остаюсь только я, холст, краски, ну и, конечно же, мысли, как осуществить задуманное, как передать свои чувства и эмоции в рисунке, в портрете, в изображаемом объекте. Приступим. Я сделал предварительный рисунчик карандашом на холсте. И теперь выполняю подмалевок. Подмалевок я начинаю с темных мест на лице. Ну, какие особенности в подмалевке темперными красками? Это общеизвестно, что темпер быстро сохнет. Поэтому надо работать достаточно быстро и выдавливать нужное количество краски. Если в масляной живописи мы можем на палитру выдавить очень большое количество краски, и оно может на палитре быть и день, и второй сеанс живописи мы можем на следующий день начать, то в темперной живописи надо выдавить столько краски, сколько нужно на данный этап времени. Дальше краска выдавливается на стекло, ну, либо обычную палитру. Приступим к следующему этапу. Заполним красочным слоем всю поверхность холста. Для начала подберем приблизительный оттенок и с водой заполним холст. Надо учитывать, что лицо, изображенное на фотографии, имеет ярко выраженный свет с правой стороны, то есть вот здесь, потом полусвет, тень и рефлекс. Вот здесь рефлекс находится. Вот здесь эта часть, она в тени. И здесь самая светлая. Мы это будем учитывать. Обычно свет в аудитории бывает холодный, так как лучи солнца проходят через стекло. Мы приблизительно заполняем весь холст. Опять же, все делается пока приблизительно. Ничего не прорисовывается конкретно. Нам надо просто понять, где находится тень, где свет. Теперь аккуратненько я приступаю к прорисовке линий карандаша, где я их закрасил краской. Какие-то детали и нюансы. Например, мы можем подчеркнуть глаза, обозначить зрачки. Желательно это делать симметрично, то есть сначала один глаз, потом сразу же второй. От верхнего века падает тень на глаз, кристаллик глаза. Надо учитывать. На этом этапе можно и заполнить задние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Вот, допустим, здесь на щеке рефлекс, красненький, такое покраснение, очень красиво выглядит. Далее, а вот здесь мы видим свет, наметим сразу, что здесь будет свет. Вот рефлекс мы видим также, вот здесь, намечаем его. Вы видите, что вот тень, и вот он рефлекс от этой поверхности. Он немножко прохладного оттенка, поэтому мы его разнообразим синий краской. Здесь уже более охристый переход. Вот, я думаю, теперь можно приступить к живописи масляными красками. Итак, вот мы теперь можем посмотреть, получше рассмотреть. Белая краска, я обычно выдавливаю титановую и цинковую белую. Далее, чёрная, использую кроме сажи газовой. Сажи газовой, я считаю, не очень хорошая чёрная краска. Можно использовать виноградную чёрную. Фактически, различные цвета, чёрные, очень приличные. Есть красочки, кроме, ну, по моему мнению, кроме сажи газовой. Далее, марс коричневый и тёмные коричневые находятся здесь. Здесь у нас находятся красная, тёмная, светлая, лимонная, жёлтая, просто жёлтая, оранжевая. Далее идут охры. Охры разные. Там, допустим, московская, жёлтая. Дальше идёт небесная, голубая, кобальты и даже зелёная. Вот, на всякий случай выдавил. Маслёнка располагается вот в этой части. Она крепится. Вот так. Ну что ж, можно приступать. Здесь мы будем смешивать оттенки, нужные нам. Пользуюсь я пиненом, разбавителем. А кисти мою white spirit. Начну я, опять же, с самых насыщенных по тону мест. Поэтому я набираю тёмную краску и наношу. А кисти мою лимонную 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 краску и наношу. Далее, вот эти нюансики можно сразу в глаза подчеркнуть. Выделим опять же самые насыщенные по тону места. Делаем это непринужденно так, как будто мы рисуем карандашом. Выделяем просто по всей голове. Не надо зацикливаться на одном месте. Далее, теперь мы немножечко разбавляем эту тёмную краску. Делаем её нейтральной, так, чтобы она имела переход. И вводим цвета. Так у нас уже образовался портрет. Теперь нужно переходить к деталям. Смотреть ещё более внимательнее. Мы будем постепенно прорисовывать. Ну вот, на заключительном этапе проверяем всё. Где-то фон исправляем. Наносим последний фон, последний слой. Пусть он будет вот таким прозрачным. Пусть он будет вот таким прозрачным. Пусть он будет вот таким прозрачным. Ну что ж, вот практически в реальном времени, за исключением Я немного вырезал у видео, но в целом приблизительно в течение часа был написан портрет На что хотелось бы указать и обратить особое внимание Вот я приведу такой пример, что когда строится дом, закладывается фундамент Потом делается каркас Потом уже когда построен дом, вставляются там окна, делаются полы Потом завозится мебель В мебель, допустим, в шкафы вставляются книги И потом уже только можно на книжку положить авторучку Вот авторучка – это деталь, а всё остальное – это был подход к этой детали Также и в портрете, в живописи надо сначала смотреть самые большие участки объекта Рисовать самые большие части А потом уже переходить постепенно-постепенно к деталям И только под конец уже можно прорисовывать детали Но у начинающих бывает обычно всё наоборот И обычно делается так О, морщинка! Давайте мы её прорисуем Начинают прорисовать морщинку, забывают о цвете, о тоне Вообще-то на новых отношениях сбиваются пропорции Морщинка прорисована Или глаз там один прорисован, хорошо А всё остальное искажено и испорчено Поэтому на это надо обязательно обращать своё внимание Но во второй части, во втором фильме Будет показано, как нарисовать женский портрет А так, в целом, я думаю, живопись удалась Ну, до свидания, всего хорошего и удачи в творчестве Субтитры создавал DimaTorzok